всем привет меня зовут артур и сегодня расскажу вам как за 5 шагов оптимизировать ваше рейлс айпи приложения я работаю в компании level travel которая занимается тем что предлагает туристам самые дешевые туры в турцию крым и другие страны и для того чтобы наш сервис работал у нас существует огромная архитектура очень огромная архитектура я не буду вам про все рассказывать я расскажу только про то чем занимается наша команда наша команда занимается разработкой собственной crm-платформы до этого наша компания использовала ama crm и omni desk но мы пришли к выводу что это не очень удобно и для того чтобы сэкономить время обработки заказа и сопровождение мы начали разрабатывать разрабатывать собственно crm архитектура у crm достаточно простая есть api на рельсах и есть фронт-энд на реакте общается все это между собой через json rest api используем мы mysql в crm ки менеджер может общаться с клиентом через звонки например либо через письма в скором времени мы интегрируем еще и мессенджеры посмотрите на этот мем одна из ключевых проблем разработки заключается в том что в погоне за дедлайнами разработчики начинают очень быстро писать код забывая про перформанс из-за этого начинают страдать простые пользователи и начинает также страдать бизнес люди могут например в нашем случае люди могут не дождаться своевременной помощи и могут отменить тур и так небольшой дисклеймер прежде чем оптимизировать вам нужно убедиться в двух вещах первое в том что оптимизировать все же необходимо поскольку это достаточно затратный и долгий процесс второе нужно убедиться в том что у вас есть необходимое количество тестов и так как понять стоит ли оптимизировать нужно ли это сейчас или можно перенести на потом понять это достаточно просто во первых пользователи начинают жаловаться во вторых вам становится неприятно от того как работает ваша программа если эти два пункта совпадают то оптимизировать однозначно стоит если мы собрались оптимизировать то мы можем оптимизировать четыре части на бэк-энде это запросы к базе сериализация избыточность ответов и производительность обо всем по порядку вернемся к нашей crm в правом углу вы можете заметить лог коммуникации это лог всех контактов с клиентов которые у нас были за все время общения с клиентом помимо обычного клиента это может быть общение с туроператором в этом списке отображаются все звонки все имейлы и так далее и мы столкнулись со следующей проблемой в какой-то момент этот лог начал загружаться примерно 20-30-40 секунд и мы поняли что с этим жить нельзя и нужно что-то делать на данном слайде вы видите бенчмарк на этом бенчерк бенчмарки мы измеряем время соответственно от начала запроса до завершения сериализации и конкретно в этом примере время такого запроса 24 секунды взглянем на структуру ответа в данном методе api мы получаем главную модель лог коммуникаций который имеет полиморфические связи с письмами звонками автоматически сгенерированными письмами менеджеры которые отправляли эти письма и заметки запрос достаточно сложный он задействует 6 таблиц в каждой из которых может быть несколько миллионов записей взглянем что мы здесь можем оптимизировать во первых мы сможем оптимизировать пейлот выборку пейлота во вторых мы можем оптимизировать сам лог коммуникаций и так но начать все таки стоит с устранения избыточности когда нужно зарелизить продукт очень быстро разработчики не до конца понимают что может потребоваться в ответах в api поэтому после выкатки mvp после первого релиза наша это было мягко говоря очень грязным в запросах использовалось множество полей которые не использовались на фронте и я решил почистить api от ненужного пейлота с гранем на сериалайзер это сериалайзер имейла которые приходят от клиентов или которые отправляем мы и взглянув на сериалайзер я увидел что в логе коммуникации используется лишь часть полей из этого сериалайзера поэтому я решил удалить в реальности эти поля я не удалял потому что они используются в других запросах поэтому я создал отдельные сериалайзер и назвал его email индекс сериалайзер на этом шаге сейчас мы убрали лишние поля из запроса и сделали бенчмарк и получилось что запрос начал работать на полторы секунды быстрее что уже неплохо подводя итоги этого шага можно сказать что на этом шаге нам нужно понять что нам действительно нужно а что ненужное и избавиться от того что нам не нужно но это только самый первый шаг взгляните на следующий слайд если вы узнали свой код то у меня для вас хорошие новости потому что на втором шаге мы будем рефакторить избавляться от плохого кода на данном шаге мы можем чисто в теории заменить избыточные запросы к базе на select и устранить дублирование кода отрифакторить архитектуру уменьшить слой сложность наших алгоритмов и сделать например мимоизацию если у вас почему-то нету мимоизации папе взглянем на этот кусок кода это кусок кода из класса который собирает весь пейлот когда на него посмотрел я увидел что часть методов вызывается повторно и в целом очень много запросов к базе который можно заменить на внутренние выборки через select и по сути это все что я сделал и сделал бенчмарк сделаем бенчмарк и сейчас результат уже более реальный мы получили 15 секунд приросток производительности убрав лишние запросы заменив их на внутренние выборки селектом а также сделать мимоизацию то есть сохранение результатов при вызове одного из методов и так мы отрифакторили и удалили лишнюю нагрузку поэтому пора приступать к самому интересному это оптимизация запросов sql взглянем на sql запрос который делает основную выборку логов коммуникаций он выглядит достаточно просто но прежде чем оптимизировать его пройдемся по штукам которые замедляют наши запросы чтобы ускорить нужно понимать что замедляет sql запросы можно ускорить несколькими способами например индексы о них мы не будем говорить я думаю что с индексами должно быть всем более или менее понятно в интернетах очень много гайдов на тему индексов также мы можем например делать прагматичную выборку то есть select взглянем на этот бенчмарк в самом верхнем примере я сделал выборку всех полей самом нижнем выборку двух полей в среднем три поля и если взглянуть на результат это вроде бы все логично много полей много времени мало полей но с селектом не все так просто тут уже немножко другой запрос и в первом случае я выбираю все поля во втором я выбираю всего лишь два поля и результаты бенчмарка здесь уже не такие очевидные в некоторых случаях селект может замедлять запрос а не ускорять поэтому при проектировании запросов нужно учитывать этот момент всегда типа делайте бенчмарки если вы используете селект в большинстве случаев селект работает как по гайдам но не в этом одной из потенциальных проблем медленной работы запросов может стать агрегатная функция каунт ну и другие агрегатные функции у нас был пример запроса когда каунт отрабатывал больше двух секунд и чтобы убрать эту проблему мы сделали вот такую штуку мы добавили индекс при вызове агрегатной функции каунт то есть допустим мы вешаем индексы на все поля из этого запроса и указываем этот индекс при вызове агрегатной функции каунт также одна из проблем может быть использование нерациональное использование вэлдкардов здесь на экране вы видите код из нашего легося один некий программист по имени валера сделал такой запрос и он отрабатывает секунду но в реальности вэлдкард можно убрать и тогда запрос будет отрабатывать в тысячу раз быстрее взглянем на исходный запрос результат результат бенчмарка в этом запросе пять с половиной секунд можем ли мы применить то что сказал ранее к этому запросу ответ не можем но мы можем заменить из нот на прямое сравнение то есть заменить из нот true на из false как вы думаете насколько изменится время работы запроса вот насколько вместо пяти с половиной секунд мы получаем 026 соответственно мы делаем выводы что в mysql который у нас используется нот работает очень медленно и очень сильно затормаживает запросы помимо оптимизации самих запросов мы можем использовать жадную загрузку которая пригодится при сериализации жадная загрузка это загрузка ассоциаций всех ассоциаций модели после выполнения запросов в рельсах существует три основных метода жадной загрузки это при лот который подтягивает все ассоциации отдельными запросами это и джи лот которые подтягивают все ассоциации джа и нами left outer join если быть точнее есть includes который маневрирует между джа и нами и внешней загрузкой например в этом случае в этом запросе ассоциации подтянутся отдельно но если мы сделаем выборку по ассоциации то опять же вернемся к джи инам стоит упомянуть что есть метод references и при его использовании джи ины будут использоваться всегда применяем жадную загрузку в нашем аппе и делаем бенчмарк результат достаточно неплохой мы выиграли еще пять секунд но этого недостаточно чтобы пользователям было комфортно работать вашим приложением подведем итоги мы можем оптимизировать наши с киел запросы за счет соблюдения простых правил за счет жадной загрузки мы можем существенно увеличить прирост производительности но двух с половиной секунд недостаточно для того чтобы вашим пользователям было комфортно работать с приложением поэтому мы пробуем на следующем шаге ускорить сериализацию для этого в рубе есть такая штука как fast json api сериалайзер от netflix пока что мы просто заменим наш сериалайзер на новый переезд на сериалайзер не является большой проблемой и не отнимает много времени перенесли старые сериалайзеры на fast json api и сделали бенчмарк выиграли всего лишь полсекунды но это только в текущем запросе в других кейсах в других кейсах новый сериалайзер может выиграть до секунды времени то есть за счет переноса сериалайзера за счет того что мы заменили наш актив модел сериалайзер на fast json api мы можем получить неплохой прирост производительности сэкономив много сил и так мы удалили все лишнее зарефакторили наш говнокод оптимизировали sql и сериалайзеры что делать дальше как вы видите дальше мы параллелим и кэшируем начнем с распараллеливания для этого я создал примерно следующий класс для того чтобы в рельсах потоки отрабатывали безопасно они приводили битлоком и чтобы все было хорошо примерно так это выглядит в нашем запросе параллельно мы вызываем билд пейлода билд мета информации а также сериализацию основных логов стоит еще заметить что внутри метода пилот билдера примерно похожие распараллеливание присутствуют сразу хочется сказать о подводных камнях главный подводный камень распараллеливания это сложность отладки но это решается заменой экзекьютора из библиотеки конкурент с 3 пол экзекьютора на имиде и ты экзекьютор который позволяет запускать ваши потоки последовательно вот запомните это делаем бенчмарк и мы вскоре ли невероятно почти в пять раз хочется добавить что наш продакшен использует сервер пума которые отлично горизонтально масштабируется имеет очень много инстансов в у каждого инстанса есть свои воркеры внутри которых происходит вызов потоков поэтому на продакшене все работает еще быстрее чем на бенчмарке вот мы распараллелили вроде бы мы уже получили отличный результат 360 миллисекунд но вот хочется хочется вишенку на торте поэтому мы еще кэшируем еще одна из причин почему мы выбрали гем фазри сунапе в том что этот гем позволяет кэшировать кэшировать сериализованные ответы итак мы повесили повесили кэширование на сериалайзеры делаем бенчмарк и мы получили не такой большой прирост производительности и поэтому зададимся вопросом стоит ли вообще кэшировать могу ответить заранее что стоит в следующем методе уже используются используются сериалайзеры которые делают много вычислений в реальном времени поэтому для таких сериалайзеров кэширование это идеальное решение проблемы того что нам постоянно нужно пересчитывать некоторые поля и для этого метода кэширование дает прирост ну практически в два раза стоит сразу сказать о подводных камнях кэширования во первых если вешать кэш на все подряд сериалайзеры то мы просто потеряем время на само кэширование и ничего не выбираем только замедлимся например если наши модели тесно взаимодействуют с ассоциациями и какие-либо вычисляемые поля внутри модели зависят от внешней ассоциации например у нас есть ticket это общая штука которая собирает в себя общение по какой-либо теме и у него есть вычисляемое поле количество непрочитанных сообщений и кэширование помогает но опять же и для того чтобы поле с количеством непрочитанных сообщений реакэшировалась нужно явным образом обновить поле updated ad у модели тикета поэтому возникает небольшая сложность при разработке подведем итоги этого шага при распараллеливании можно получить очень большой прирост производительности то есть двух с половиной секунд мы получили 300 или 400 миллисекунд сами посчитайте во сколько раз мы увеличили производительность и кэширование может помогать экономить время на пересчет вычисляемых полей поэтому является достаточно полезным инструментом в итоге мы начинали с двадцати четырех с половиной секунд и закончили тремя 100 миллисекундами и ускорили наш запрос больше чем 80 раз надеюсь в этой презентации вы почерпнули что-то новое для себя и она была для вас полезной спасибо за внимание и жду ваших вопросов